Ждем подключения Руслама Малима, Валикум Салам. Сегодня будет очень интересный эфир, поэтому, Валикум Салам всем, подключаемся. Здравствуйте. 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 Как дела у вас? Чем занимаетесь? Хотел бы спросить у вас, как у вас настроение? Настроение, в принципе, как у всех. Везде все одинаково. Наверное, во всем мире одинаково. Это проблема с коронавирусом. Ну так, вроде бы, в Азербайджане сейчас спокойно, хорошо. Молодилось, вроде все. Понял, понял. Я как слушаю, ослабления есть какие-то, да? Что-то работает, молы, по-моему, да? Нет, молы не работают. Ну так, магазины работают, основные такие нужные заведения работают. Очень много интересуется, когда спортзал откроется, нет у вас никакой информации? Нет, пока никакой информации нет. Ждем мы тоже, все ждут. Хорошо. Ну тогда приступим к основным вопросам нашим, которые подготовили. Конечно, всех интересует, почему наши соседи со всех сторон очень развились в ММА и пошли вперед. А у нас много это происходит с задержкой. Но есть, конечно, позитивные моменты благодаря вам, вашим ученикам. Но что тормозит наше ММА, на ваш взгляд? Что тормозит? Ну, вообще, в основном я скажу так. Это лично мое мнение. Я не знаю, может, я ошибаюсь. Но я считаю, что это так. В основном все упирается в финансы, во-первых. Это я говорю о том, чтобы выступать на мировых аренах, на больших аренах. Все упирается в финансы. И плюс, я считаю, что у нас еще ММА не настолько развит в Азербайджане. Многие не понимают. Это наши ребята иногда шутят, так говорят. И мне самому тоже часто пишут, говорят там, я хочу заниматься UFC. Не знают вообще, что такое ММА. Или же есть, я не буду говорить имена, но спрашивают у Тофика Мусаева. Говорят, ММА вы расширяется UFC. Вот вся проблема в том, что, во-первых, плохо освещается. Во-вторых, нет спонсорской поддержки. И, может быть, это все складывается с тем, что, как бы, ну, может, недоверие какое-то. Потому что было время, когда здесь, в Азербайджане, проводили хорошие турниры. То есть было все так, ну, как бы, начиналось все очень хорошо, а потом резко затормозилось. Может быть, просто какая-то причина недоверия или, я не знаю. Потому что, например, в нашем случае с Тофиком Мусаевым, с Вугаром, как нам повезло, наш спортивный клуб «Орион», изначально, как бы, они в нас поверили, в Тофика, в меня. Вот. И они, тогда еще Тофик только выступал в Махачкале, в этих таких, на малых аренах, что ли. Вот. И поверили в нас, и мы поговорили, и сказал я, Тофик, мы сказали, что мы можем сделать это. Мы способны, и нам нужна финансовая поддержка, и нам помогли. И вот уже несколько лет, и, как бы, мы добились какого-то определенного результата. Но если бы не было той финансовой поддержки, если бы не было, ну, как сказать, вот всеобщей такой поддержки. Вот, например, ваша поддержка тоже есть. Вы нас освещаете, показываете везде, говорите о нас. Там, и благодаря вот этой поддержке, как бы, мы смогли пойти вперед. Вот так вот. Я так считаю. Может, я что-то пропустил, я не знаю, но думаю, что так. Вот. Я бы хотел спросить, уточнить точнее. Основные моменты, да, вот, проблемы в наших бойцах. В чем? Если брать в расчет, например, черкесов, у них тоже нет денежной поддержки особой. И условий тоже для занятий. У них залы, да, самые обычные. Но сейчас мы видим, как черкесы заполняют там 10 тысяч человек один турнир только черкесов в Краснодаре. Или в Москве там собираются 3-5 тысяч черкесов. И у них карда и СА очень полно их бойцов, как бы, да. И они вот становятся чемпионами, как Алибогов, например. Вот. Если не брать вот эти вот внешние факторы, типа деньги, там, лагеря и так далее. В чем, возможно, ментальное отличие наших бойцов, наших парней от наших соседей? Ну, я скажу так. Я не скажу, что мы так особо чем-то отличаемся. Все, в принципе, по большому счету люди одинаковые. Вот. Но я считаю, что, например, те же черкесы, те же бойцы, вот даже есть азербайджанские бойцы, я тоже слежу, смотрю, в России, которые проживают, они тоже, может, у них нет особой финансовой поддержки, но они двигаются вперед. Почему? Потому что у них большие внутренние чемпионаты, у них есть развитие этого спорта. То есть, опять-таки, мы возвращаемся к финансам. Если бы не было финансовой поддержки, то не было бы тех внутренних чемпионатов и не было бы того развития этого спорта. У нас же, по большому счету, если не в обиду будет сказано нашим ребятам, я вот как помню, как 10 лет назад проводили чемпионаты республики в Азербайджане, вот на каком уровне дрались бойцы и на таком же уровне сейчас дерутся. Потому что здесь этот вид спорта, он уже сформировался. Здесь нужен немножко особый подход. Здесь должны быть отдельные тренера по физической подготовке. Здесь должны быть тренера по боксу, по кикбоксингу. То есть, должен быть здесь коллектив большой, тренерский. Я, например, один с этим бы совсем не справился бы. У нас очень большой, хороший тренерский состав. Тренера у нас одни из лучших в Азербайджане. Чингиза Ивазов, вы его, наверное, знаете, да, слышали. Тренер по кикбоксингу. Потом у нас есть Руфат Малим, он тренер по вольной борьбе. Гейдар Малим, вот Мамед Алиев, знаете его. Потом у нас есть Мегман Азизов, он тренер по дзюдо сборной Азербайджана. И он нам помогает во всем. Он приходит, занимается нашей подготовкой, физической подготовкой наших ребят. То есть, это должен быть, во-первых, это должен быть большой тренерский состав. Подход немножко другой должен быть. И внутренний чемпионат, чтобы, как сказать, должна быть какая-то конкуренция. Вот, например, в России, если взять чемпионат России. На чемпионате России, например, тот же Багов, он будет выступать, и ему там будут конкуренты для него. А у нас в Азербайджане, например, Тофику Мусаеву скажешь выйти на чемпионат Азербайджана. С кем он там будет драться? У нас нет хорошего внутреннего чемпионата. У нас неправильный подход, как бы, к развитию этого спорта. Ну, вот я так считаю. Пусть на меня не опираются, это чисто мое мнение. Я так вижу. Да, в принципе, все верно говорите. Вот. А кого вы считаете наиболее перспективным из ваших учеников? Моложе двадцати пяти, допустим, да? Кроме известных всех ваших, там, пяти бойцов, допустим, Хазар, Тофик, Бугар, Джамехман. Вот. Кого бы вы отметили? От кого бы нам ждать, скажем так, быстро и в ближайшее время? У нас очень много хороших ребят, молодых. Я поименно, я просто боюсь кого-то забыть. Пусть на меня не обижаются, но вот я сейчас скажу. У нас есть Бакир Ахмедов. Он очень хороший боец, перспективный. Он, я вижу, у него хорошее будущее спортивное. Гия Кахидзе у нас есть молодой боец, тоже очень хороший. Вот. Потом у нас Туран Ахмедов, тоже очень хороший боец, молодой. Совсем молодой он. Он, у него очень хорошие данные. Он очень хорошо борется, очень хорошо дерется на руках, на ногах. Вот. Ну, очень хороший перспективный боец. Потом, ну, много. У нас еще есть, у нас есть еще совсем молодые ребята, которые до восемнадцати. Тоже приходят, хорошие ребята. Я говорю, что я, когда на них смотрю, я начинаю, как сказать, я переживаю за их будущее. Почему? Потому что этих ребят нельзя сразу везти на большие чемпионаты, на какие-то. Их нужно обкатывать здесь, на внутренних чемпионатах. Но, опять я говорю, у нас вот мы сталкиваемся с тем, что у нас как десять лет назад дрались ребята. И так же до сих пор. То есть, одни уходят, другие приходят, а общего развития нет. Вот. Но есть, например, у нас клубы другие, да. Вот, например, этот ТТ-файт-клуб, там тоже есть хорошие ребята. Потом у нас есть еще клуб, я забыл, как их, Эйтигаты-клуб. Я забыл. Какой хайтерс? Какой хайтерс? По-моему, я не помню. И там есть тоже хорошие ребята, но у нас еще есть одна такая проблема. У нас не любят ходить по залам друг к другу. То есть, у нас нет такой дружеской атмосферы, да, чтобы мы объединились вместе и шагали вместе, то есть, за пределами Азербайджана, да. То есть, чтобы мы не определяли, кто из нас лучше. Иногда часто бывает там спрашивают, говорят, кто сильнее, там, Нариман Аббасов или Тофик Мусаев. Да какая разница? Они оба наши. Какая разница? Ну, Нариман Аббасов в своем клубе, он тоже представляет Азербайджан, он тоже поднимает флаг Азербайджана. Он тоже наш. Вот. И я очень хотел бы, чтобы у нас вот это вот все закончилось, чтобы наши ребята, как бы все, хотя они так на стороне все друг с другом общаются, дружат, но вот нет вот этого, как азербайджанское слово есть, говорит, гет-гель-йохта, да. Очень хотелось бы, чтобы вот это тоже было. Слышно ли об этой проблеме? Да. Вот. И про Бакира вы сказали, да, мы видели его выступление еще на ACB Young Eagles еще в России дрался, очень хорошо выступил. И тогда я его увидел, думал, блин, ну очень хороший боец. Потом увидел у вас его, как бы удивился, потому что, я думал, он в России живет там, наконец он переехал. Вот. Турана очень хорошая антропометрия еще, да, такие длинные руки, ноги. Да, да, да. Да, да. Ну и у Гии очень сильные руки, да, он бьет очень мощно просто. Да. На самом деле, да. Вот. Ждем от них, конечно, выстрела. Вот. А про Тофика, вот, я смотрю, да, у него совсем другой характер, совсем другой менталит у человека, реально. Очень много бойцов, как мы просматриваем в Инстаграме, проскакивает очень много сторис у них, да, или постов, где они, там, не знаю, там, ну, может, в других местах каких-то, ну, не связанных со спортом, отдыхают или еще что-то. У этого человека, у Тофика, не знаю, шесть в неделю, это сто процентов, он тренируется, как бы, это из личных наблюдений, да, я смотрю. Очень редко, возможно, там, раз в месяц в какой-то свадьбе его увидишь, нет, вот так. То есть, что, по-вашему, отличает у Тофика от остальных? И почему наши не берут примеры у нас с него, почему не делают так же, как он? Ну, почему? Наши многие берут с него пример. Я скажу, Тофик такой, вот, его характер, я скажу, он, значит, после каждого турнира, он, есть бойцы, которые после каждого турнира какое-то определенное время отдыхают, потом приходят, говорят, чтобы отвращения не было, там, не знаю. Этот человек после приезда на следующий день приходит в зал. И этот человек говорит, что каждый человек, талантливый спортсмен, он должен, говорит, развивать в себе, он должен пахать, грубо говоря, да. Чтобы развить в себе этот талант, нужно трудиться. И вот, и этот человек трудится, например, когда заканчивается тренировка, я всем говорю, все, тренировка закончилась. То есть, многие бойцы после тренировки уходят в душевую, и этот человек еще продолжает что-то делать. Он работает над собой, он постоянно делает то, что у него не очень хорошо получается. Но есть ребята в нашем зале, многие, у нас очень дружный коллектив, очень хороший коллектив. Многие ребята собираются вокруг него, когда тренировка заканчивается, я наблюдаю, смотрю, он что-то делает, и они за ним повторяют. Они его очень уважают, и все знают, что он как бы наш локомотив, грубо говоря. И берут с него пример, потому что видят, что, чтобы добиться результата, нужно пахать, нужно работать. И этот человек не боится работы. У этого человека нет такого, чтобы он, как сказать, ходил где-то по каким-то клубам, там, не знаю, где-то сидел, попусту время свое проводил. У него семья, у него дочка, очень он ее любит, я знаю, у них очень хорошие семейные отношения. Он, когда я ему звоню, он бывает или с нашими ребятами, с нашего зала, там, Мехман, там, Турал, в общем, все, да, вот они хазар, или он с ними бывает, или со своей семьей. Вот, этот человек, он целеустремленный. Вот, и поэтому, и поведение у него очень такое хорошее, можно брать с него пример. Вот, и поэтому, ребята, я бы сказал так, ну, если не все, то многие из нашего зала стараются брать с него пример и делать так же, как и он. С вашего зала я понимал, виделся, да, приходил. И я имел в виду, как бы, четвергал, да, чтобы, ну, вот, все, все наши бойцы, без исключения, не только из вашего зала. Было бы очень хорошо, конечно, но всех, всех, как бы, не направишь, к сожалению. Вот, еще следующий вопрос, почему Ризе, Райзи, да, вот, я знаю, что у вас было предложение, что это в 1FC, я знаю, что условие было, чтобы подписать Бугара, но Бугар так, как бы, шел, не знаю, там, большая победная серия была у него, и я думаю, любой бы промоушен был бы заинтересован в Бугарии на самом деле. Вот, почему сделали выбор в пользу Ризе, что именно привлекло там, а не 1FC, допустим? Ну, я скажу так, во-первых, я начну с того, что у нас есть очень хороший менеджер, Кирилл Медведовский, вот, он молодой парень, сам боец, выступает в Белатере, у него контракт с Белатером, вот, но этот человек, он не сидит на месте, он постоянно, он знает, где по всему миру проводятся турниры, где платят, какие гонорары, какие условия, то есть этот человек работает, он постоянно за компьютером, он постоянно следит за всем, вот. Значит, у нас была такая история, значит, Бугар выступал в украинской лиге, WFC, вот, и, значит, у него была серия из трех побед в этой лиге, вот, а параллельно в это время Тофик выступал в Ахмате, вот, и так получилось, что мы решили, как бы, ну, Ахмат распался, объединился с лигой ACB и ACA, и нам нужно было начинать все сначала, вот. Вот, и я знал, что если мы подпишем контракт с ACA, то мы оттуда не уйдем, это затянется на несколько лет, а у нас была мечта выступать в каких-то зарубежных промоушенах, вот, и, как и у каждого спортсмена, там, бойца ММА, все, каждый хочет выступать где-то в UFC, там, не знаю, в хороших промоушенах, вот. Вот, и на тот период, значит, нам предложили, как бы, президент лиги WFC предложил, это я рассказываю, это никто не знает, это знают только Вугар, Тофик, я, там, Мехман. Эксклюзив для ММС. Да, но я рассказываю, здесь ничего такого нет, вот, и нам предложили такую услугу, как бы, да, сказали, что мы дадим Тофику претендентский бой в лиге WFC, вот, и следующий бой будет за титул, а потом они сказали, что мы будем двигать Тофика дальше, как бы, будем его, грубо говоря, предлагать другой промоушен, да, какой-то зарубежный, вот. Вот, и потом вот этот же Кирилл, наш менеджер, он нам предложил, сказал, что в райзен 31 декабря будет, в общем, грандиозное событие, там будет Мэйвезер выступать, в общем, хороший бой, и он предложил туда Тофика, и они заинтересовались, и хотели выслать контракт Тофику. Вот, и мы так подумали, посидели, посоветовались, и решили, что нужно идти лучше в райзен, потому что WFC, это мы потеряли бы время, там, с Тофиком. Вот, и мы посоветовались все вместе, то есть у нас не бывает такого, чтобы я принял решение, сказал, ребята, вот так должно быть, так будет. Мы посидели, посоветовались, и решили идти в райзен. Значит, и у нас было где-то полтора месяца времени до боя в WFC, я позвонил президенту лиги и сказал, что у нас не получается, нам поступило другое предложение, и мы хотим уйти в райзен. И, в общем, ему это не понравилось, и он сказал, что тогда, в общем, всю вашу команду отфутболим. Вот, и он стал нам, ну, как бы поставил условия, что ли, нам такие, вот, а нам условия ставить, как бы, нехорошо. И мы все вместе решили уйти из WFC, и Тофик пошел в райзен, вот, выступил там, и потом мы стали вести переговоры за Вугара, но у Вугара так получилось, что у него был долгий простой, и мы не могли его туда подписать, никак не получалось. Вот, и потом уже после вот успешного выступления Тофика в этом райзен, я поговорил, и я, и Кирилл, вот наш менеджер, мы поговорили с матчмейкером райзен, и в Угару дали контракт на два боя. Вугар подписал контракт на два боя, и вдруг нам поступило предложение из UFC. Хотели, чтобы в Угару предложили бой в UFC. Ну, так как мы подписали контракт, мы уже не могли туда пойти. Насколько, извиняюсь, я перебил вас, насколько мне известно, это было формируеме UFC в Москве, правильно, назамена? Нет, в Казахстане. Нет? В Казахстане, да. В Казахстане предложили, это был февраль месяц, не февраль, не то конец января, не то начало февраля, что-то такое. Вот, а в Угару первый бой должен был состояться в феврале, 20 какого-то февраля. Вот, и у нас, в общем, так получилось. И в Угару дали контракт на два боя с условием, что если он выиграет, победит в райзен, он будет принимать участие в гран-при на 66 килограмм. Ну, первый бой в Угар успешно прошел, вот, а потом вот это все началось, вот эта вся заваруха, и вот сейчас мы сидим, ждем, когда будет следующий турнир, и кто будет следующий соперник в Угара. Вот, Тофика соперника приблизительно мы уже знаем, нам сказали, кто это может быть. Вот, ну и, в общем, сидим, пока ждем. И у нас мысли такие, я скажу так, нам часто задают вопросы, и мне, и ребятам там, все хотят видеть наших ребят в UFC, мы тоже хотим в UFC попасть, мы тоже хотим, чтобы были представители Азербайджана там, чтобы там, ну, как сказать, флаг Азербайджана подняли. Вот, ну, просто есть некоторые такие моменты, когда, как сказать, Тофик, он хороший боец, Угар, хорошие бойцы, они уже созрели давно, но нам нужно пройти вот определенный путь, и человек, спортсмен, он крепнет не только физически, и не только техника у него растет, он еще должен психологически быть готов к таким состязаниям с такими именитыми спортсменами. Было время, когда мы сидели, смотрели по телевизору, как выступает там, не знаю, кто-то, какой-то великий спортсмен, и все на него смотрели, и мы видели их по телевизору, а потом, когда мы поехали в Америку на сборы, и мы там стали с ними в одном зале тренироваться, ну, не хочу говорить имена спортсменов, они выступают в UFC, в Белатере, там, ПФЛ, разные, и ребята стали с ними спарринговаться, и они поняли, что наши ребята сами поняли, что они ничем не хуже, то есть это был первый шаг, как бы, психологический рост наших спортсменов, и я не хочу сразу, как сказать, не хочу ребят сразу бросать в пекло, я хочу, чтобы это было постепенно, потому что нужно, во-первых, нужно правильно вести спортсмена, вот, чтобы он не сломался, чтобы он правильно, то есть свой путь прошел, и это лично мое мнение, я считаю, что ребята уже созрели, и вот нам нужно еще этот год отбиться здесь, в Райзен, а следующий год мы планируем уже выступать в UFC, ну, иншаллах, если, я думаю, что получится все, потому что Тофик им понравился, они предложили даже нам на май месяц, чтобы Тофик выступал в UFC, подписал контракт, вот, но мы сказали, что у нас есть контракт с Райзен, и мы не можем нарушить его, вот, и поэтому я думаю, что в следующем году, иншаллах, ребята будут там выступать. Да, но у меня был вопрос еще про One FC, насколько я знаю, что от них тоже предложение было, вот, Райзен, как бы, когда вы выбирали, на чем основывали свой выбор, One FC или Райзен? Я скажу так, One FC, ну, в принципе, они обе организации крутые, я бы не сказал, что Райзен чем-то уступает One FC, вот, Райзен, это, это просто надо видеть своими глазами, когда ты видишь организацию этого турнира, когда ты видишь бойцов, которые там выступают, когда ты видишь этот уровень, тогда ты понимаешь, что эта организация, она ничем не уступает каким-то другим, не Беллатуру, наши ребята, вы знаете, да, выступали в Беллатури, выступали там в разных организациях, я скажу, что мне даже больше понравилась организация, Райзен, чем Беллатури, это было более как-то, ну, я не знаю, я скажу так, для меня это было круто, я не знаю, да, Беллатури, это просто бренд, да, марка, вот, но, в принципе, по большому счету, смотришь, там ничего такого особенного нет, обычный турнир такой же, как и ACA, такие же болельщики, как и в России, как и в Азербайджане, просто их больше, их очень много, и в Японии мы первый раз, когда мы выступали на этой арене в Райзен, во-первых, мы приехали на этот олимпийский стадион их небольшой, это Сайтама, арена Сайтама, там было 38 тысяч болельщиков, ну, это было что-то, я не знаю, как это объяснить. Подвольные матчи так не набирают, да? Да, и, в общем, вот эти вот болельщики, как они яростно болеют, они болеют не за своих бойцов, не за японцев, они болеют за хороших бойцов, им все равно, кто, они видят красивую технику, они видят красивый бросок, и они поднимаются все в восторге, но это все, ну, как сказать, ну, мне это очень понравилось, и я считаю, что по финансам, может быть, может быть, в NFC больше дают, сейчас Тофику тоже предлагали в NFC, ему предложили по контракту больше гонорар, чем в Райзен, но, как бы, мы решили остаться там, пока что до конца года. Хорошо, хорошо. Были какие-то... Про ACA мы поняли, а из России, вот, какое отношение к промоушенам из России, были ли какие-то предложения с Fight Night, допустим, или из каких-то организаций на территории России? Fight Night, я скажу так, первый турнир Fight Night, Тофик выступал в Москве на первом турнире, Айгун Ахмедов, да, тогда Тофика засудили, потом они пришли, извинялись, там, в раздевалке, все, это был первый турнир, Тофик выступил там, и он тогда назывался немножко по-другому, но его проводил Кямиль Гаджиев, и тот же турнир Fight Night. Вот, потом больше от них предложений не поступало нам, но нам поступало предложение с ACA, у меня очень хорошее отношение с руководством ACA, вот, у меня очень хорошее отношение со Сланбеком, да, со Сланбеком, да, у меня очень хорошее отношение, я с ними часто общаюсь, переговариваемся, так, по телефону, переписываемся. Нам предлагали в ACA, ну, просто, я не знаю, мы как бы уже выбрали этот путь, и нужно какой, тот путь, который ты выбрал, мы хотим пройти его до конца, то есть мы не хотим наполовину остановиться, вернуться из-за финансовой стороны, там, нам предлагают условия, может быть, даже и лучше, но мы не хотим, мы выбрали этот путь, и наполовину мы не хотим остановиться и вернуться в другую лигу. Кстати, это был, да, грамотный выбор, вот, со стороны Кирилла, тоже хорошую работу сделал Кирилл, то, что вот именно в карт с Мейвезером, когда весь мир, да, за ним на путь наблюдал, и я думаю, это повлияло на известность как раз Тофика тоже, вот, это был хороший выбор. И я хотел еще вот спросить у вас, крайние сборы мы провели в Дагестане, да, и сильно ли там отличается уровень от наших, ну, это в общих чертах-то понятно, но что именно отличительные особенности тренировок в Дагестане от тренировок в наших залах. Отличительная особенность. Ну, я скажу так, ну, наверное... Можно еще, правда? Да, да. Чем вы вот можете вот обосновать такое количество выходцев из этой страны-республики в этом спорте? Ну, в тот же вопрос добавим. Ну, я думаю так, я думаю, что, во-первых, это пропаганда спорта, во-первых, потому что такие люди, как... У меня есть там друг, очень хороший, Абдул Кирим его зовут. Вот, он президент федерации ММА, Панкратион. Вот, потом одно время мы общались с Абдул Манапом, он приезжал сюда. Вот, и я видел, как эти люди, вот, они ходили по школам, собирали учеников, пропагандировали спорт, собирали, ну, знаменитых бойцов, они рассказывали о себе, о спорте, они проводили по утрам зарядку, они проводят постоянно какие-то турниры, состязания. У них очень большая пропаганда спорта. Вот, и они все занимаются спортом, и у них в семье очень хорошая, в семье хорошая пропаганда спорта. У них родители, как бы, ну, если не заставляют, то они поощряют, когда их дети занимаются спортом. Вот, и у них, как бы, у всех спартанский образ жизни, я бы не сказал, что у них там такие залы навороченные, обычные спортивные залы, ничего такого нет, но вся молодежь занимается. Они все занимаются, и, как бы, у них борьба на высшем уровне. Они все стремятся, как бы, как сказать, они хотят выступать, они хотят драться, они хотят бороться. То есть у них вот это стремление больше и лучше, чем у нас. Вот, я так увидел. Знаете, еще вот говорят то, что там нет подходящей инфраструктуры для развития других видов спорта, например, хоккей, или еще что-то, и поэтому они идут либо в борьбу, и в последнее время в салаткулярная ММА. Нет, я не думаю так. Я скажу так, когда я закончил со спортом, я играл в регби, все знают, меня там футболистом называют. Значит, я скажу так, у нас кавказцы вообще сами по натуре воины, они в единоборствах, они превосходят всех, я так считаю. Но командные виды спорта это не для нас. У нас нет вот этого, командные спорты это совсем другой, там совсем другой дух, там совсем все по-другому. Мы играли в регби, у нас была команда, и я понял, что мы, как бы, нам только бы один на один. Командные виды спорта, мне кажется, не для нас. Поэтому у нас ни футбола нет, ни баскетбола нет нормального. Самалин, расскажите же вот о себе, кстати, чем вы занимались, первый вид вашего спорта, какой был, как вы стали тренером? Ой, как я стал тренером, я скажу. Значит, я родился в России вообще. В школу я пошел, я на Сахалине родился. Потом в школе я пошел в городе Астрахань. У меня отец был военный, он постоянно переезжал, и я вместе с ним. И в Астрахани я начал заниматься классической борьбой, я тогда учился в третьем классе. потом мы переехали в Баку, и вот я метался с одного зала в другой, то занимался боксом, то занимался борьбой. Потом я стал заниматься дзюдо. У меня был тренер Тарлан Гасанов, его очень хорошо все в Азербайджане знают. Я занимался у него, но дзюдо – это такой вид спорта, что там результат, дать там такая конкуренция, и вообще это очень сложный вид спорта, и я результат там не смог дать. И потом, ну я занимался, не бросал, не падал духом, занимался. А потом как-то так получилось, что здесь, в Азербайджане, стали проводить вот эти бои без правил, так называлось тогда. И первый свой бой мне предложили за две недели до турнира, я согласился, и я выступил. Тогда драться мы совсем не умели, кто как мог. Как бы дзюдоист против каратиста, как бы там, не знаю, вольник. Вольник поедетки, кто что умел, то и делал. Кто что умел, то и делал. Вот, выступил один раз там, дошел до финала, в общем, в финале дрался, в финале я проиграл Тофику, Файку Бабанвы. Потом, ну, мне понравился этот вид спорта, и я стал, ну, как бы, у меня навыки бокса были, я занимался так, периодически, то занимался, то бросал. И я стал заниматься боксом, как бы, в то время не было так организовано, как у нас сейчас ребята занимаются именно ММА, у них там отдельные тренера, подход совсем другой. А в то время было так, пошел, сегодня пошел утром на тренировку по боксу, вечером пошел на тренировку по вольной борьбе, там, завтра пойду туда. Вот, потом выступил по унибою, универсальный бой был. Вот, и на тот период мне уже было где-то 32, по-моему, 33 года. Какой год это был? Последний ваш, скажем так. 2002, по-моему, или 2003, я дрался в Питере по унибою на чемпионате мира, там я стал третьим, третье место занял, и потом, в общем, меня переманили рэгбисты, и я стал заниматься рэгби, и я влюбился в этот вид спорта, вот, и тогда я помню, должен был быть чемпионат Европы по универсальному бою, сборы проводились, тренер Азер Малин, он сейчас президент Федерации унибоя, он меня тогда пригласил, сказал, приходи на сборы, там потренируешься, прикидку хотели сделать, и кого-то, нас двое было, кого-то из нас хотели отправить на чемпионат Европы, но мне понравился этот вид спорта, рэгби, и на тот период я посчитал, что если бы я начал свою спортивную карьеру заново, то я стал бы играть в рэгби, вот так я влюбился в этот вид спорта, все, потом я, до сорока лет я играл в рэгби, и параллельно я работал в международном банке, пейнафалтбанке, а потом как-то команда наша по рэгби распалась, и я стал, я собрал ребят со двора, и стал им показывать свои навыки, что я умею, и вот так потихоньку, потихоньку, потом ко мне пришел Флад Гадыров, я не знаю, вы помните такого, нет, боец был? Я помню, да, он с Султаном Алиевом дрался, по-моему, да? Да, да, с Султаном Алиевом. Помню, хорошо помню. И вот, и это был мой первый профессиональный боец, которым я занялся, и мы стали с ним выступать, было, то успешно выступали, то соперники были у него очень сильные, я скажу, и вот как бы это был мой первый профессиональный боец, потом Тофик Мусаев, потом пришел Акшин Бабаев, и там, в общем, потом мы все собрались, как бы, и вот так все началось. Скажите, вы играли в регби 7, или в американский футбол? Я, нет, я играл, не, американский футбол и регби, это совсем разные вещи. Я играл в регби, там есть регби 7, и регби 15. Я играл и в регби 15, и регби 7. Вот, точно. Понял, понял. Честно сказать, наши вопросы закончились, давайте посмотрим, что у наших зрителей за вопросы. Может, у них что-то есть интересное спросить. Так. Так. Почему спрашивают так часто на русском и хорошо говоришь? Я слушал, вот, я слушал то, что вы Цахур, да, по национальности, это правда? Да, это правда. Да, это правда. Мои родители из Кахского района, я родился в России, когда я приехал в Азербайджан, я не знал азербайджанский язык вообще, я даже не понимал его. Ну, как-то жил в России, учился в русской школе, дома говорили на русском языке, вот, и я стал изучать азербайджанский язык. я сейчас в какой-то мере благодаря Тофика, Бугара, Мегмана, я стал лучше говорить на азербайджанском, раньше я вообще не мог говорить. Мне тяжело говорить на азербайджанском, легче говорить на русском. Все, понял, понял. Такой интересный вопрос, не относящийся как спорта. Есть ли в вашей жизни моменты, о которых вы жалеете? Это, наверное, то, что вы не начали сразу заниматься в регби. Да, ну, это не настолько, как бы, что я очень так жалею, но это просто какая-то мысль проскользнула у меня в голове. Я не знаю, вообще-то, если честно, как бы я поступил, если бы я начал заново. Вот, но я не знаю. Я не хочу говорить о плохом, но у меня в жизни произошел такой случай нехороший, о котором я очень сильно жалею. Если бы я знал, что такое произойдет, то, может быть, я бы поступил иначе. Но не хочу говорить о плохом. Ну, да, да. Я знаю, что многие знают об этом, я просто говорил. Ну, я догадываюсь, честно говоря. Не знаю, может, не то. Так, 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 вот такой вопрос. Почему у наших есть вредные привычки, такие как колено, это вредно убивает дыхалку? У нас реально очень большая любовь, почему-то к коленам. Везде смотришь, везде жмят. С чем связано, непонятно. Ой, ну, я не знаю, с чем это связано. Ну, безделье. Безделие приводит к этому, я думаю. И спрашивают же, почему залы в Баку дорого стоят от 90 до 127 монат, но есть ребята, у которых есть все, но нет денег. Нет, но это неправильно. Я скажу, я скажу так, у нас в нашем зале, да, абонемент для любителей стоит 90 монат. Вот, но профессионалы, они тренируются бесплатно все, чтобы вы знали. В нашем зале с профессионалов никто деньги не берет. И в нашем зале есть такие ребята, которые даже, может быть, он не будет великим спортсменом, но у него очень такое большое стремление, он хочет заниматься спортом, он любит этот спорт, он занимается, и мы создаем для них условия, они занимаются бесплатно. Вот, есть такие ребята, которые, у которых нет возможности, на самом деле. Мы им помогаем, и там, я бы не сказал бы, что все платят в зале. Честно говоря, у вас нормальная цена, как бы, 90, есть залы другие, не хочу называть, как бы, вот, как раз 120, там, даже больше, возможно. И встает такой вопрос, то, что, вот, возможно, именно тормезящий прогресс нашего ММА и в этом тоже заключается, то есть, люди, может, хотят заниматься, но не могут себе позволить, нет? Нет, я бы так не сказал. Я говорю, что, вот, я сколько лет тренирую, я никогда с ребят деньги не брал. Ну, я не имею в виду вас, я отметил то, что вас, да, я сам был свидетелем, то, что у вас, ну, реально, принимайте гостей, все как надо, там, создайте услуги, но в целом, как бы, ну, возражение очень много таких залов, где очень дорого стоят, и это можно строить зал. Ну, смотрите, я скажу так, есть, по нашей, многие любят пафос, да, как бы, грубо говоря, они ходят, смотрят там, красивый зал, идут в красивый зал, но чтобы построить красивый большой зал, туда вкладывают большие деньги, и, естественно, такие большие, красивые залы, и я не говорю о профессиональных залах, они уже смотрят на это как на бизнес, и те, которые туда приходят, они хотят хорошие условия, они хотят, чтобы их хорошо тренировали, но в то же самое время платить не хотят, вот, и у нас никто никогда не думает, как живет тренер, на какие деньги он живет, вообще, как он зарабатывает, никто никогда об этом не думает, все просто говорят, каждый говорит со своей колокольни, каждый думает о самом себе, вот, например, Чингиза Ивазов, он такой тренер, великий тренер, он тренирует, у него там ребята приходят, он с администраторами, ругается, говорит, что у него денег нет, он не может платить 60 монат, он будет платить 30 монат, он ругается, говорит, ну, никто не уделяет этому должного внимания, никто не говорит, что Чингиза Ивазов, ему, он в возрасте человек, он держит мне лапу, он тренирует, он тратит свое время из-за меня, приходит сюда, и, как бы, я должен как-то оценить его труд, об этом никто не говорит, все говорят, о том, что, почему дорого, почему я должен платить, если послушать всех, то, ни у кого в Азербайджане денег нет, никто не может платить, никто не в состоянии, вот, но, опять-таки, я говорю, что, для нас, например, в этом клубе, Олимпия, создали такие условия, Эльдар Исмайлов, он хозяин этого клуба, он сказал мне так, кого ты считаешь нужным, если ты знаешь, что у него нет финансов, если ты знаешь, что у него нет денег, пусть он занимается бесплатно, проблем нет, вот, если ты знаешь, что этот будет перспективный спортсмен, знаешь, что в будущем он даст результат, он должен заниматься, пусть он не платит, пусть он приходит, то есть условия создают, пусть люди не говорят, что там дорогие клубы, дорогие, да, вот, кто-то построил, смотрит на это, как на бизнес, если вы идете к ним, вы знаете, что они занимаются бизнесом, и за их услуги нужно платить, а если вы хотите заниматься спортом, не обязательно идти в пафосные залы, которые стоят дорого, идите вот в Баку файт клуб, например, в котором мы начинали, в принципе, там 60 монат оплата, если человек приходит, у него нет денег, они с него берут 30 монат, 30 монат в месяц, тренер не зарабатывает ничего, это идет на, как бы, в администрацию, что ли, ну, в общем, короче, вот такая история. Я понимаю очень хорошо вас, мы здесь зал открыли в Москве, Аззапрайт назывался, и тренировали, то есть, кто не мог, не платил, а кто мог, как бы, платил, но мы ушли в большой минус, как бы, уже нерентабельно стало этим всем заниматься, то есть, каждый день платить из своего кармана, да, и я видел, что вот есть у человека, но он не платит почему-то, я не знаю, с чем связано, но да, есть такие моменты, на самом деле, на своей шкуре мы это все нашутили. Я считаю, что человеческий труд должен как-то поощряться, так же, как и тренер, который вкладывает душу в спортсмена, в человека, который приходит с нуля, который ничего не умеет, он его, грубо говоря, начинает учить ходить заново, и его труд, я считаю, он должен поощряться, я считаю, что нельзя скупиться на этом, вот это мое мнение. Вот тут есть один комментарий такой, федерация спорта Азербайджанам должна приглашать звезды мы в Баку, но я не думаю, что государство тут должно как-то на самом деле этим заниматься, но если у нас есть спонсоры реально, то для популяризации этого спорта они бы могли, например, каких-то звезд UFC приглашать, как вы думаете, это бы дало бы свои плюсы, там, семинары или еще что-то проводить, например, в вашем клубе и освещать это, например, по телевизору. Я знаю, что у вас есть связи с какими-то каналами. Ну, можно, конечно, пригласить бойцов, но это, у нас не настолько много денег, чтобы мы могли себе позволить пригласить каких-то бойцов. Я считаю, что, ну, когда у нас будут большие деньги, большие возможности, да, можно это сделать, проводить какие-то семинары, заплатить кому-то для того, чтобы он поделился своим опытом с нашими бойцами. Но я считаю, что лучше эти деньги сэкономить, сберечь для того, чтобы наших бойцов развивать, вкладывать в наших бойцов, делать из наших бойцов звезд, возить их на сборы. Например, когда мы едем на сборы, там, на кого-то выделяют деньги, кто-то может поехать за свой счет, для кого-то мы там выбиваем, где-то у кого-то просим, чем приглашать кого-то, платить ему, лучше я эти деньги потрачу на своего бойца, которого я повезу на сборы, и он будет в том же зале тренироваться, где эти все звезды, и будет с ними в паре стоять и биться, и будет больше толку. Что по поводу вашего сына? Что-что? Что по поводу вашего сына? Вот, он как бы тоже водится с бойцами, иногда дерется. Вы бы хотели, чтобы он тоже пошел по этому пути, или вы больше его там направляете в другое русло, там, учеба, или что-что-то? Я очень хочу, чтобы он был, во-первых, я очень хочу, чтобы он стал великим человеком. Во-первых, я хочу, чтобы он был хорошим человеком. Хорошим, великим человеком. Чтобы он, как сказать, я очень хочу, чтобы он был бойцом. Ну, я не знаю, это мое желание. Я хочу, чтобы он дрался, я хочу, чтобы он был мужественным. И он сейчас тренируется с нашими ребятами, он сейчас весь пропитан ММА. Я сплю, он меня будет, и мне говорит, ты знаешь, Фергюсон так сказал, или там, я не знаю, он весь в этом, он пропитан сейчас ММА. И я очень хочу, чтобы он был хорошим бойцом. Иншалла, так и будет. Я очень хороший парень, такой позитивный. Да. есть еще. Вы по счету тренера, получается, получили, вот Широслан вас поздравляет. Да. И мы тоже поздравляем поздравляем. Кстати, я очень, я хочу про Широслана сказать. Это один из немногих людей, который работает в Министерстве спорта, который на самом деле реально поддерживает ММА, который старается развивать ММА в Азербайджане. Он делает все возможное, все, что он может. И никогда мы, сколько я к нему обращался, никогда я не оставался без внимания. И наши ребята тоже. Я его благодарен ему очень за это. Мы тоже благодарны ему, да. Мы наблюдаем за всем этим тоже на связи всегда. Иншалла, у него все получится, у нас будет и менеджер, и деятели мирового уровня тоже. Иншалла. Иншалла всех. Вот. Вот, еще один такой вот момент. Было бы классно, если бы ТОФИК провел бы открытую тренировку в Москве. Кстати, это наш боец тоже, Нурлан Гасанов. Он очень перспективный, это я вам как, ну, человек сидяши за ММА говорю. Он проводит очень много боев по панкрате, он там разным видом спорта, вот, и по любителям провел. Он против Альмина тоже победил из клуба Лиона, из Эдуарда Вартанина клуба. То есть, очень заряженный человек тоже. Я вижу, в нем Хасия ТОФИК, пристремленный тоже. Вот. И он хотел бы увидеть ТОФИК открытую тренировку в Москве. Что мы это сказали? Это очень хорошая идея. С удовольствием, я думаю, и ТОФИК с удовольствием бы согласился. Я ему скажу, я поговорю с ним. Думаю, что, может быть, как вот закончится вот эта вся беда, как дороги откроются все, можно было бы, неплохо было бы. Еще я, кстати, я очень извиняюсь, что перебил. в пользу случаем я бы хотел сказать, если нас, наши ребята, вот азербайджанцы, которые выступают в России, живут в России, я в пользу случаем хотел бы сказать, что если у них есть желание, они могут писать, пишут мне ребята многие, можно было бы провести совместные сборы какие-то в Азербайджане. У нас есть очень хорошие условия, у нас есть хорошие тренера, у нас Олимпийский стадион огромный, там все условия есть, мы даже для ребят, если у кого-то нет здесь родных, там жилья, мы можем для них и жилье организовать, можем для них все организовать, и я был бы очень рад, если бы наши ребята приехали бы к нам на сборы, посетили бы наш клуб, вот, а по поводу того, что ТОфик провести там тренировку, мы подумаем, с помощью мы это сделаем, поговорим секрет. Знаете, вы собирались приехать сюда, но вы выбрали Дагестан, вот мы очень ждали, уже думали, куда бы вас там пригласить, чтобы там все собрались, все наши бойцы там вместе, а вы выбрали Дагестан. Но мы как выбрали Дагестан, я скажу так, нет, вы сделали правильный выбор, как очевидно. Нет, мы выбрали Дагестан не потому, что там лучше или хуже, мы выбрали Дагестан, потому, что я чувствовал вот эту волну эпидемии, я чувствовал, что нельзя очень далеко уезжать от дома, мы выбрали Дагестан, потому, что в случае чего мы могли бы быстро вернуться обратно домой, там всего 500 километров, что мы и сделали, когда мы узнали, что там границу с Ираном закрыли, и я ребятам утром сказал, давайте собирайте вещи, возвращаемся домой, потому, что я боюсь, что закроют границу или в лучшем случае нас могут поместить в карантин, когда мы будем возвращаться домой, поэтому мы выбрали не Москву, а Дагестан, а так мы хотели в Москву поехать. Сколько вы остались там в Дагестане? Мы остались где-то дней 7-8, немного, нам не повезло просто с этой проблемой, пришлось рано вернуться. Ну ничего. Соскучились в Америке? О, да, это было очень весело. Да, другая атмосфера, не знаю, ну, далеко от дома, ты осознаешь, ты находишься очень далеко от дома, и ты не можешь взять и пойти домой. И там с ребятами мы в одной комнате жили, и мы там как сказать настолько сблизились друг с другом, да, что ну как родные, когда ты далеко от дома, и вот это вот развлечение, может если бы это было в Азербайджане, я бы даже и не пошел туда, вот, из-за того, что ну как бы мы вместе, и вот это все так запомнилось очень хорошо. Понял, вот наш Ролан Гулеев, тайский боксер, спрашивает, Руслан Малим, когда он на Пхукет, когда? В Таиланд, да? Да. Ну, я не знаю, не знаю, если честно, не могу сказать, но хотелось бы, конечно, и туда тоже поехать. Посмотрим, как получится. Вот, вас благодарят наш очень хороший знакомый товарищ, друг, брат. Спасибо, говорит, что выросли таких бойцов, было очень приятно, интересно вас слушать. Спасибо. Я думаю, на такой приятной ноте мы, в принципе, можем завершить, да, уже, сколько мы разговариваем, не знаю, вот. Очень большое-большое спасибо, что присоединились, на самом деле, давно хотели по скайпу сделать более качественное интервью, но я думаю, что сюда еще больше затянется, поэтому приятно было вас сегодня слышать, на самом деле, вот, и будем ждать новостей, пока пандемия закончится, будем ждать вас здесь, в Москве, вот, со всеми вашими бойцами. Спасибо большое, вам спасибо большое, за поддержку, за то, что вы так ребят наших освещаете. Спасибо большое. Все, всем спасибо, подписывайтесь на Руслана Фен-Дева, и на нас тоже не забывайте, введите в других эфирах. Хорошо, все, алейкум, алейкум, салам.